Янаббаладе, Сирия, несмотря на официальное перемирие, оппозиционные группировки в Идлибе заявляют о попытках проникновения Янаббаладе, Сирия. 5 сентября 2019 года. Оперативный штаб группировки Альфат Хальмубин, группировка связана с запрещенной в России организацией Джипхат Аннусра, примечание редакторов, сообщил о попытке проникновения сил сирийского режима и российских бойцов-спецназов тыл оппозиции в городе Иджас на востоке провинции Идлиб, несмотря на официальное перемирие, которое было объявлено на прошлой неделе. В среду, 4 сентября, командующий Национальным фронтом освобождения Гьясабу Хамза сообщил, что сегодня на рассвете три группы российских спецназовцев проникли в один из опорных пунктов группировки в Иджазе на востоке провинции Идлиб, чтобы проследить за оппозиционными силами с помощью камеры приборов ночного видения. Гьясабу Хамза в интервью Эйна Аббалиде, Енаббаладе, заявил, что группировка отразила попытку проникновения, что привело к гибели и ранению российских военных. Он считает, что россияне начнут бомбардировку в регионе для того, чтобы вывести убитых и раненых. По информации новостного агентства ИБАИ, подконтрольного группировки Хаят-Тахри-Рашшам, которая входит в состав ФАТХ Аль-Мубин, запрещенные в России организации, примечания редакторов, оппозиционные группировки уничтожили два танка сил сирийского режима с помощью управляемых ракет. Они попытались расширить контроль над возвышенностью к западу от Теляс и Италии на юге провинции Идлиб. Ни сирийский режим, ни российские силы до сих пор не прокомментировали вышеупомянутые инциденты. В провинции Идлиб был введен новый режим прекращения огня, но артиллерийские ракетные обстрелы по населенным пунктам и городам провинции продолжаются. Об этом сообщила сирийская гражданская оборона и другие военные наблюдательные посты в регионе. Сирийский режим и Россия объявили о новом режиме прекращения огня в Идлибе, который вступил в силу на рассвете в субботу, 31 августа. Оппозиционные группировки в Идлибе без официального подтверждения обязались следовать режиму прекращения огня, но сирийский режим нарушил договоренности, выпустив десятки ракет и артиллерийских снарядов по городам и населенным пунктам в провинции Идлиб. В воскресенье, 1 сентября, сирийская гражданская оборона заявила, что, несмотря на российское объявление о прекращении огня в Идлибе, населенные пункты на юге, западе и востоке провинции подверглись артиллерийскому и ракетному обстрелу. Всего было насчитано 102 инцидента. Соответствующие договоренности были достигнуты после значительного военного прогресса сил сирийского режима и их российских союзников, которые взяли под полный контроль все населенные пункты на севере провинции Хама, а также овладели стратегическим городом Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб в ходе ожесточенных боев против оппозиционных группировок на севере Сирии. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.